Всем привет! Сегодня мы немножко поговорим о турецком менталитете. Я хочу кого-то предостеречь, возможно, кто только вступает на эту тропу жизни в Турции, в частности, в жизни рядом со своей турецкой свекровью, либо, в принципе, контакт с ней. В общем, когда вы вступаете в такую новую фазу в вашей жизни, у вас появляются новые приобретенные, благодаря вашему супругу, родственники. Я считаю, что это и относится также и к любой другой стране. Если у вас в России проблемы, например, с свекровью, то к вам это тоже может относиться. Я хочу вас предостеречь. В чем различие? То, что в нашем менталитете мы, во-первых, сюда приезжаем приезжими и беспомощными в какой-то степени, и свекровью пытаются, либо турецкие родственники, тетушки или кузины, помочь нам в адаптации жизни, в быту. И поэтому не все свекрови, которые живут на вашей родине, будут, например, так отчаянно, активно пытаться залезть в вашу жизнь, помочь чем-то вам. Вам просто такая помощь, вы адаптированы на вашей родине, вам не нужна. Но именно механизм вот этой помощи, этого капкана определенного, он вообще распространяется, это чисто такое людское, потому что когда приезжаешь в другую страну, это немножко обусловлено таким бытом. Я ни в коем случае сразу скажу, да, не хочу кого-то, я не оцениваю, что что-то хорошо, а что-то плохо. Я просто констатирую факты, вы выводы вы делаете сами, сами примеряйте к себе. Я никого изначально не хочу упорочить, не назвать кого-то плохим, кого-то хорошим. Везде есть свои плюсы и минусы. Турецкие свекрови, либо турецкие близкие родственники, очень часто тети тоже, в этом подключаются сестры, например, свекрови или свекра, они стараются помочь в адаптации, в быту, это для кого не новость, когда пытаются, там приходят, учат турецкой кухни, как вести турецкое хозяйство, какими средствами, например, моющими, что, где мыть. В конце концов, элементарно, новоприезжая невестка, она просто не знает турецкого языка, что, где, как написано, какие продукты, как, что принято употреблять, кушать и все прочее. Какие-то элементы культурного наследия, да, они дают варианты того, как можно и нужно себя с кем-то вести, кого близко держать. В общем, все это все облемыще, это плюс, это нужно, если не они, то кто, блин, вам поможет. Только вам в YouTube в помощь и какие-то допросы вашего супруга, который не до вас, он может работать, он занят, и он, скорее всего, не в тонкостях, не в курсе тонкостей какого-то женского бытового хозяйства, если за ним, например, если мама ухаживала, все же вообще не в курсе, как, что это делать. В общем, это те люди, которые действительно вам могут помочь первое время, и это, естественно, этой помощи я советую как бы не отказываться, она вам нужна, быстрее просто ваша адаптация пройдет, социализация, здесь в стране, вам будет просто легче. Есть еще второй вид помощи, это уже когда попозже поживете, или бывает все это сразу скомпонировано, когда рождаются дети. В Турции принято, чтобы в семью приходили мамы, тетушки, либо кузины, кто, короче, свободным временем обладает, кто живет поблизости, кому это не составляет труда, помогать с ребенком, тем самым с бытом. Либо с ребенком помогают нянчиться там, либо приходят стирать какие-то вещи, обычно готовить приходят, чтобы их сын, либо там брат, ваш муж не был голодным, потому что у вас на это времени первое время нет, да, сил нет приготовить, чтобы вы, короче, не заморачивались, облегчить ваш быт каким-то образом, включиться, стать на время вашим членом семьи, и, как правило, они и ночуют, и дневают, а из дома вообще не выходят. Либо приходят там 3-4 раза в неделю, свекровь может прийти, что-то помогать физически, в общем, какая-то помощь идет. Это все хорошо, но есть определенный капкан, который работает, я вот считаю, что и в нашей стране, и здесь, в Турции, когда вы принимаете, один закон, когда вы принимаете помощь от родителей ваших, либо вашего супруга, неважно, помощь от каких-то родственников, это могут быть тети, либо сестры, когда человек включается, помогать бескорыстно, безвозмездно, без денег, он начинает волей или неволей подключать какие-то свои правила игры. Свекровь хочет поменять шторы вашей гостиной, когда вы этого не планировали, не хотите, и шторы, которые она выбрала, вам не нравятся, или она рассказывает и показывает насильно, или там делает вам наперекур, как должны лежать стопочкой трусы вашего мужа в шкафу, как нужно воспитывать ребенка, какой прикорм нужно вводить, как кормить вашего ребенка, как его воспитывать, как его языку учить, в какой детский садик он должен пойти, и все-все такое прочее. Когда вы принимаете помощь безвозмездную, будьте готовы к тому, что человек, который дает вам эту помощь, будет хотеть какой-то капитальный взнос сделать, не только свою помощь, но чтобы с его мнением еще и считались. Я считаю, что это адекватные, нормальные запросы людей, их потребность быть нужным, чтобы с его мнением считались. Но если вы нанимаете на работу за деньги возмездно няню, домработницу, просто уборщицу какую-то, женщину, которая приходит вам помогать мыть, вы ей заплатили, она не лезет, сделала свою работу и ушла. И вы ей ничем не обязаны, вы к ее мнению не прислушиваетесь, потому что она берет определенную плату финансовую за свою работу. А плата, скажем так, моральная за помощь с ребенком, няней, вместо няни, бабушки какой-то, вот она влазит в воспитание, учит вас жизнь и все прочее. Тоже касается принятия каких-то финансов от родителей. Очень часто в России у моих знакомых такие проблемы у девчонок есть, когда родители финансово помогают, либо они продуктами, например, они живут в частном доме, у них какой-то там огород есть и все прочее. Там картошка, моркошка, все дела. Но потом, блин, как начинается зима, им выговаривают за все это, за то, что каждую картошину им лезут советовать, куда им ехать в отпуск, что им делать. То есть их постоянно понукают тем, что они принимают помощь, либо просто финансовую. Родители оплатили, например, там часть ипотеки, кредиты за квартиру или еще что-то. И потом они решают, там лезут во что-то. Это очень просто решается, не принимать эту помощь. Но как быть здесь, в Турции, когда тебе эта помощь физически просто тупо нужна, потому что у тебя здесь вообще вокруг никого нет. Тебе никто, ни мамы, ни тети. Дай бог, если у вас есть финансовая возможность нанять уборщицу, либо няню, либо еще кого-то, в помощь вам физически, по-бытовому. Но с другой стороны, если ты, например, рожаешь первого ребенка, ты ни черта не знаешь. Ты порой, многие женщины самонадеянные, я мать, я лучше знаю, но иногда действительно к советам старших нужно прислушиваться. Иногда, если это не какое-то сумасбродство, они могут давать очень дельные советы, потому что это просто житейский опыт, когда она когда-то была матерью, какие-то советы может действительно деятельные дать, проверенные временем и опытом и другими там детьми в их семье. К этому тоже надо прислушиваться. А тебе этого няня, например, дать не может. Есть особенности здесь, конечно, в плане детей, если брать с детьми, особенностей много и в воспитании, при корме, в медицине, в педиатрии, вообще отношению к этому всему детскому, это два разных мира. То, что сейчас мы как живем, как тети, бабушки, мамы, ваших мужей воспитывали, разница колоссальная. Их знания, естественно, остались позади 50 лет 30-20 назад, и когда там памперсов не было и все прочее, и там лекарства от колик и всего этих дел. Советы, естественно, бывают, которые уже медициной доказаны, что так делать нельзя. И на этом фоне, естественно, бывают всякие конфликты различные. Короче, как поступать? Общаетесь, все прекрасно с ними, но держите на определенном расстоянии. Чем они дальше от вас живут территориально, тем вам будет лучше. Вам не будет постоянно, без, скажем так, звонка, предупреждения приходить в гости, с вас что-то требовать, наводить свои порядки, пытаться дать помощь, возможно, которой вы уже не нуждаетесь, и вы уже стали социально здесь адаптированы, вам такая опека огромная не нужна. Когда у меня остановились мои отношения со свекровью, я очень просто делала, я принимала, благодарила, но я определенные рамки выстроила. У меня был простой очень ответ. Спасибо, я сама. Спасибо, да, реально. То есть, если она какой-то совет мне дает. Спасибо, я прислушаюсь, я отвечала. Спасибо, что-то... У нас хорошие с ней отношения, у нас не было таких контур, чтобы прям все друг против друга, я вообще ничего не воспринимала, никакую помощь. Я говорила, спасибо, я подумаю. Спасибо, хорошо. Это и есть немножко в турецком менталитете такое, типа, хорошо, посмотрим. Спасибо, я приму к сведению. У них это тоже в речевых оборотах, все это существует. Если тебе говорят, да, окей, это не говорит о том, что это произойдет, это говорит о том, что я тебя услышал, возможно, мы это сделаем, а скорее всего, или Хадиба Колым, да? Давайте посмотрим, увидим, как оно будет. И это очень вежливый, скажем так, в какой-то форме отказ. Типа, спасибо за твою помощь, я тебе предстателен, но я сам приму решение. И вот это Хадиба Колым или Та Мам, окей, это очень-очень мне помогало. Свекровь, конечно, пыталась, она не с каких-то таких плохих побуждений, лезть ко мне, шторы мне не меняла в комнатах или еще что-то, но она пыталась мне дарить какую-то одежду, которая мне не нужна, какие-то такие подарки, в бытовую одежду я имею в виду, там всякие тапочки, ночнушки, полотенца домой и все прочее. Ну, и у нас разные взгляды, у нас разный возраст, естественно, и взгляды на ее полотенца, у меня не хочется другие полотенца, я их принимала, естественно, складывала на полочку, но покупала для своей ванны другие полотенца, которые, я считаю, более мягкие, которые мне более приятные, которые в модном каком-то дизайне, ну, не такие там, например, с цветочками, с ажурочками и все такое прочее. На мой личный вкус, потому что это мой дом, мне хочется здесь просыпаться, пользоваться тем, что, и чтобы меня окружало видеть, да, то, что мне приятно мне к лицу. И вот это вот ходи бокалым или тамам, окей, вежливо, но вы не обязаны делать то, что вас просит. Если вы принимаете помощь от своих турецких родственников, не надо в контрах с ними бодаться и орать, вы ни черта не знаете, плюс еще это всякие просто родовая депрессия, гормоны и все-все-все прочее, когда весь мир против тебя тебе кажется, не надо орать и в контры прямо ругаться, отвалите. Вы можете просто отказаться от этой помощи, если она вам в тягость, вам неприятно, вас напрягает. Но 50-50, типа я хочу, чтобы вы Анне ко мне приходили, помогали, готовили, не знаю, поменяли подгузники с какашками, да, или вы приходили там, готовили мужу турецкую еду, учили меня готовить, но не лезли к моим шторам, так не будет. Она, скорее всего, захочет везде залезть и все совсем помочь, но от большой своей любви, скорее всего. Этим все равно должны помнить, что ведет женщину все-таки помощь, хотя бы не к вам любовь, а помощь своему сыну. Она не вам помогает, да, будем честны, помогает своему сыну, чтобы ему все-таки было хорошо, чтобы вы умели готовить то, что он хочет, то, с чем он привык с детства, чтобы у него были поглажены рубашки так, как он к этому привык. Она для своего сына старается, не как вообще, собственно, для вас. Вы уж сильно-то не обольщайтесь, правильно? Вот когда уже помощь с ребенком, скорее всего, да, она и не только сыну своему помочь, облегчить чем-то жизнь, но и внука как бы, да, и видеть, общаться, любить его, там, помогать. Но не то, что она прям вас так любит и бедно все расстилает, чтобы вам было хорошо. Это тоже не надо заблуждаться, что к вам такая огромная прям любовь, да. Это, в принципе, у каждого человека, это не только там в Турции, это ко всем относится, всегда так всех бывает. Так вот, если вам в тягость помощь, отказывайтесь от нее вежливо, но скажите, спасибо, я уже сейчас там адаптировалась, например, после родов или после переезда, я сама могу сходить в магазин, или я сама могу приготовить пищу, тут же посмотреть за ребенком, мне не нужна помощь такая бытовая, хозяйственная. И постепенно, постепенно вот эту, как бы, позицию свою выдерживайте, и постепенно отдаляйте людей. То есть, если приходила себе кровь 4 раза в неделю к вам помогать, вы можете сказать, о, спасибо, но 2 раза в неделю будет достаточно, потом через там пару недель, тройку, месяц, 1 раза в неделю будет достаточно. О, спасибо, да я все сама. Или когда не в плане ребенка, а по переезду вашему, вы сами что-то больше начнете делать, там сами как-то узнавать турецкие рецепты, ходить там в магазины, сама ездить там на базар или еще куда-то, то есть вливаться в социальную такую жизнь, она и увидит, что вам эта помощь уже не нужна. Не просто я сказала, мне не нужно, а дома там аврал, есть нечего, и все про плачущий, кричащий ребенок на руках, и муж просто в шоке, он сам позвонит, маме скажет, мама, приезжай, у нас тут жопа полная происходит, без тебя мы не справимся. То есть действительно вы физически должны свои силы соизмерять, что да, и поговорить, естественно, с мужем советую, нужно время, естественно, на адаптацию, на привыкание, на новую свою какую-то роль, либо переезда, либо роль матери, жены и всего прочего, поговорить с мужем, чтобы он потерпел, подождал, что вам нужно адаптироваться, что не надо сразу звонить маме, бежать за помощью, что всю жизнь ваша мама вам помогать не сможет, или когда-то настанет момент, когда ее не станет мамой или родственников, они в жизни скоротечены, мы все равно все умираем, да, кто вам будет всю жизнь помогать, если вы будете жить под маминой опекой. Вот, поэтому пообщаться с мужем на эту тему, предупредить, что да, может быть трудно, но я сама хочу попробовать, я хочу быть самостоятельной, хочу адаптироваться, проявить такое желание, если не нравится, не принимать помощь, от нее отказываться, но в вежливой форме ходи бокалым, или там, мам, окей, или спасибо, я сама, спасибо, но так медленно, медленно, не так, типа, все, в дом наш не заходите, не приходите, вы меня бесите и отвалите вообще, да, я сама. Либо вы, если не можете, такой гладкий человек, мягкий, как сметанка, да, на вас легко воздействовать, вы не можете отказать, хотя бы просто советы, например, по уходу с ребенком выслушивайте, но делайте просто по-своему, как вы считаете нужным, что вы там почитали в гугле, в интернете, что там посоветовал ваш врач из вашей родины, или еще что-то, что сказал педиатр на премию, что сказала там свекровь, вам советовала усиленно, делайте по-своему, и то, что вы как бы сделали, например, я не знаю, проблемы там с прикормом или еще что-то, вам одно советуют, эти говорят, кто-то давать смесь, кто-то говорит комбинированное питание, кто-то говорит оставаться там на грудном скормлении или еще что-то, вы все послушали, сделайте по-своему, даже порой мужу это не надо рассказывать, потому что, например, он пойдет и маме там доложит, а она не сделала, мужья просто разные, да, бывает, вынесет ссоры из избы, вот это лишний конфликт, Делайте потихонечку, не надо перед ними отчитываться, чего, как, хотят они вот это слышать, вы им это рассказываете, а делайте все по-своему. Если вы видите, что результаты вашего поведения, вашему ребенку или вашему быту и все прочее, только в радость, все хорошо, все, вы на верном пути. Главное это результаты, как вы себя ощущаете, как вам комфортно. Но опять скажу, есть такие девушки, которые изначально в плохих отношениях, либо не любят страну, либо что-то не по ним, они попали в этот кризис адаптации в Турции или в другой какой-то стране. Они все в штыки, любую помощь, даже хорошая, когда люди с позитивом, они этого не видят, они все видят как-то через негатив. Если вам действительно физически трудно, тяжело, то я советую, если даже помощь всеокутывающая, поглощающая, желающая воздействовать, но физически не можете просто сама это физически что-то вывозить, ну, либо услуги няни, либо помощницы, подумай, либо не отказываться от свекрови, какое-то время потерпеть, но все равно потом закончить этот период помощи, отказаться от нее и быть самостоятельным. Что вы думаете по этому поводу, как вы выходили из таких ситуаций, если они у вас были, что посоветуете, и ваши истории жду. Спасибо за внимание, всем пока.